Уголовное дело В таком случае прекращение уголовного дела и уголовного преследования допускается лишь при согласии с этим решением лица, в отношении которого оно принималось. Решение Октябрьского районного суда 2011-2023 года согласуется с позицией Верховного суда РФ и Конституционного суда РФ, изложенные в ряде постановлений. В Горшковом в апелляционном представлении от 4 декабря 2023 года указано, страница 3, абзац 3, что решение о прекращении уголовного дела, цитирую, прокуратура Мурманской области была признана законом и обосном. Вместе с тем указанное утверждение противоречит ответу прокурора Мурманской области по воле на 19.9.23 года номер 16-218-2019, копию прилагаю и прокурору передано с возражениями, в котором указана страница 1, абзац 8, что решение по уголовным делам, в том числе по делу последней цифры 759, признаны законными только надзирающим прокурором, а не прокуратурой Мурманской области. Также указано, что решение Октябрьского суда города Мурманск отжалуется надзирающим прокурором, страница 2, абзац 1, а не прокуратурой Мурманской области. То есть, как следует из ответа по воле на прокурор Мурманской области, областная прокуратура не признала, крайне мере, прокурор Мурманской области не признал решение законным обоснованным. Систематическое прекращение уголовных дел, это дела с последними цифрами 759 и 640, по основанию пункта 3, части 1, статьи 24, в связи с истечением сроков данности уголовного преследования, но с неустановленным лицом, совершившим преступление, причинило ущерб конституционным правам заявителей и затруднило доступ к правосудию. Причем на протяжении длительного периода, с 29 июня 2021 года, практически по настоящее время. Мы настаиваем на том, что действия должностных лиц, незаконно прекративших уголовное дело 759, нарушены гарантированные из Конституции, статьями 46 и 52, права потерпевших на защиту от преступления. Многочисленные решения и постановления Верховных судов, которые были перечислены ранее Конституционного суда, неоднократно, и плюс еще Уголовно-процессуального кодекса, имеют недвусмысленное определение о том, что прекращать дело, материал без лица невозможно. Но мурманский прокурор почему-то имеет свою трактовку законов Российской Федерации, которые входят в противоречии решениям Верховного суда, Конституции и УПК. Здесь я вижу только одно, какую-то непонятную для меня заинтересованность. Причем это происходит не по одному делу, а по многочисленным делам. Более восьми уголовных дел, где один и тот же прокурор, господин Гошков, выносит такие же определения и такие же решения. Наши требования были удовлетворены с первого раза, и мы, получается, боремся с решениями прокурора Гошкова, который, в общем-то, элементарной матчасти УПК не знает. Это не одно единственное дело. На протяжении нескольких лет такой способ прекращения уголовных дел за давностью используется для того, чтобы преступники могли уйти от уголовной ответственности. С этим мы столкнулись по уголовному делу номер последней цифры 759. Оно прекращено 1 апреля 2023 года. Аналогично прекращено уголовное дело последней цифры 640 в 2021 году. Это получается целая схема. Более низкая квалификация уголовного дела дается через определенный промежуток времени, прекращается за истечением давности без лица. А через год по срокам хранения это дело может быть уничтожено. И, в принципе, если бы мы не обратились в суд, 1 апреля 2025 года уголовное дело последней цифры 759 должно быть уничтожено безвозвратно. Здесь явно просматривается коррупционная составляющая как со стороны МВД, так и прокуратуры. Продолжение следует...